Имя Беловской шахты Чертинская ровно 50 лет назад, в 1962 году, прогремело на весь мир. Тогда бригада Николая Малётина за один месяц выдала на гора 50211 тонн угля. Этот рекорд не могли побить в течение долгого времени. Поэтому своей победой шахтёры с Чертинской гордятся даже спустя годы. Сегодня горняков-рекордсменов, многим из которых уже по 90 лет, зал приветствовал стоя. Сегодня вы, знаменитые рекордсмены, можете подтвердить, что в те напряжённые прежние дни все ваши дела и помыслы были учрены одному достижению поставленной цели. И победы не заставили себя ждать. Свой трудовой рекорд доблестные шахтёры посвятили 1 мая и десятилетия газеты «Права». Успех Малётина не был случайным. Шахтёрские коллективы всегда становились дружбой, прямопомощью, большим эффектом. Об этом событии скоро узнала вся страна. Вас справедливо называли мастерами большого угля. От имени ЦК КПСС и Совета Министерства СССР бригада поздравила Медита Сергеевича Крущева. Эти люди вершили историю земли Кузнецкой. И сегодня им приятно, что о них помнят, что их не забыли. Бригада, пусть и не в полном составе, снова вместе, как в старые добрые времена. Почётные гости поздравили ветеранов труда с этой юбилейной датой и вручили подарки. Мэр Белова Игорь Кусаров – юбилейные награды. Генеральный директор компании «Белон» Виктор Ануфриев – именные каски и шахтёрские пайки. А директор шахты «Чертинская Южная» – цветы и денежную премию. Но всё-таки самое важное, что молодое поколение, которое, возможно, уже скоро придёт на смену своим отцам и дедам, могло познакомиться с людьми, которые принесли славу Кузбассу. Компания «Белон» придаёт очень большое значение профориентационной работе. На примере вот этого старшего поколения, на примере его трудового подвига, мы стараемся воспитывать нашу молодёжь, которая в дальнейшем придёт работать в нашу компанию, уже в качестве молодых работников. Николай Малётина никогда не пугали трудности, потому что прошёл закалку войной, не искал лёгких путей и верит, что молодёжь станет их достойной сменой. Я обращаюсь к молодёжи, которая ещё не определилась по жизни, не раздумывая и не бояться идти в угольную промышленность, осваивать шахтёрские профессии и идти работать в шахты. В шахте много романтики и много интересного, только это надо увидеть и прочувствовать. Будущий горный инженер, учащийся третьего курса КУСГТО Александр Жандаров, похоже, эту романтику уже почувствовал. Да, надо брать с них пример, как бы ставить новые рекорды. На их них не надо останавливаться, нужно уже свои, чтобы они также могли нами потом гордиться. Вот.